Я вам хочу показать фильм от школы Елены Колесниковой. У нее есть свой YouTube канал, и вот она делает такие работы. А я живу рядом, у меня тоже есть YouTube канал. А что мне показать? Ну, да пришел к Лене, и вот Лена сидит с котиком и ждут меня. Ну, мы работали в Белоруссии, делали там дракончика, а это ж приехал, ну, думаю, надо что-то ж народу показать, чем Лена занималась за это время. Ну, вот, а чем она занималась? Она сделала такого котика. А что котика она такого? Она делает кошкин дом. А это, вот смотрите, новая работа вот такая у нее. Вот такой вот чайничек, или как его назвать? Чайничек-домик. Вот она для своего канала снимает вот такие мастер-классы, и она со временем потом покажет покраску, как это сделать, как все это выглядит. И вот, смотрите, у нее такая мастерская. И я вам по секрету скажу, что я уже начал варить маленькие каркасики для школы Елены Колесниковой. Там будут, ну, такие цветочники, ну, отдельно вам покажу. А этот она показывает вот такой вот эскиз, вот такой кошечки, угоднее свой кошкин дом. Ну, это кошка-улитка. Ну, такая вот, смотрите, какая интересная у нее получилась покраска. Ну, у нее есть отдельный этот фильм. Я вам обзорчик покажу, вот как все это выглядит. Это ее формы, инструмент. Вот собака здесь охраняется, чтобы все был в порядке. И вот будет потом фильм, как вынести вот эти скульптуры с этого дома. Ну, в данном случае вот такой обзорчик. Я у нее удержался. И покажу немножечко, смотрите, сколько у нее добра. Ну, вы видели фильм, как такое совушку Филина сделать. И даже у нее нашлись заказчики, она даже кому-то их и продала. Ну, в Украине там есть почта, новая почта. И по ней, вот, смотрите, вот такие работы технически возможно переслать. Ну, и вот такая вот, как бы, нашлись люди, которые поддерживают Лену. И вот, смотрите, вот такая греческая голова там, она Лена цветочник сделала. То есть, это все форма отливается, это быстро, недорого и просто. А вот там вот далеко, смотрите, какая красивая работа. Это нам с Харькова, кажется, парень прислал. Ну, вот эта работа даже подарок принес. Это наши зрители, которые, ну, прислали, как они сделают эту работу в фильме. Даже в наличии, по почте переслали нам эту работу. А вот теперь, смотрите, это наша вот украинская деревня Херсонской области. Такой у нас асфальтик. Все зеленое, красивое. Ну, вот, это город около Каховской ГЭС. Рядом водохранилище, где я на рыбалку хожу. И Днепр. Есть эта река Днепр. Ну, водохранилище, оно 10 километров шириной. Там наш до Запорожья. То есть, Каховское море называется. Ну, вот, я вам немножко покажу, а что ж у Лены происходит на территории. Вот так, как бы, сдалека. Ну, сейчас больше не позаду разговор, а вот эти малые формы. Вот она делала, видели, она делает скульптуры кошек. Скульптуры кошек. Ну, вот видите, еще работы со столбами, с фасадом. А он уже кошка или котик лезет через забор. Ну, и мы сейчас уже думаем, а куда же нам поставить котик, который живет в улитке. Вы видели, что она, она, улитка, находится у нас в подвале. И уже есть фильм, как мы ее вынесли и как поставили на территорию. Ну, это отдельный фильм будет. Сейчас я вам такой небольшой обзорчик покажу. Смотрите, какая у нас там, он, божья коровка. Нет, это, наверное, бабочка. И у нее крылья счастливые пятаки. Представляете, она даже денежки мимашит. И немножко сейчас вам покажу заборчик. Ну, про него много там писали. Там свыше миллиона этот забор посмотрели. И на нем много отзывов. И на этот забор лезет вот такой котик. И посмотрите, вот как этот забор выглядит. Там спустя, там, два или там, три зимы. Я уже забыл, сколько. Ну, вот и развалится, и поломается, и цыганчина. Что только не писали. Ну, вот сейчас немножко я покажу, как этот забор выглядит. Ну, немножко фасад дома показываю. Там идет работа. А это вот, уже смотрите, у нас такая леечка, которая стояла там. И вот леечка уже нашла место, вот такая, перед самым домиком. Вот такие лейки, ну, можно делать для домика. Лейка-домик. И вот опять котик. Ну, и внутри, смотрите, там у нас тоже есть малые формы. И опять показываю бабочку, как бы продолжает этот кусочек фильма. И вот все-таки вернусь к этому забору. То есть, ну, я, видать, два раза снимал. Вот так этот забор выглядит. Я его близко покажу. Ну, смотрите, цвет, краска. Смотрите, великолепная краска. Вот, смотрите, два сезона простояло, как вчера покрашено. Специально вам близко показываю. Ни трещин, ничего. Вот такая перламутровая, там, металлизированная краска. И акриловые фасадные краски. Есть фильм про эти краски. Я часто их показываю. Ну, как бы, кому интересно, не поймите, что там это у меня рекламная компания. Я просто вам показываю краску, которую крашу. То есть, я за это деньги не получаю. Ну, своим любителям бетона я показываю, чем крашу и почему. То есть, 20 лет мы тебе красим краской. Она великолепно стоит. Вот, смотрите, вот это леечка, домик. За место крыши у нее листочек. Это вот, Лена пошла, вот такое новое направление. Вот таких, как бы, малых форм для дома. Для, там, для дачи. Ну, вот у нас охрана сидит. Это не с бетона, это живая собака. И вот, смотрите, входная группа. Все не доходит у нас, ну, руки для того, чтобы, ну, покрасить. Вот такие ступеньки, вход. Будет отдельный фильм. Очень важный фильм. А это вот цветочники пошли. Ну, вот, Лена, пока появляется возможность, потихоньку занимается, вот, не только фасадом. Ну, вот у нас уже и цветы, и цветочники. Смотрите, вон, и ступеньки какие, и цоколек. Ну, скоро мы уже будем резать леса, и тоже будет уже виден лучше фасад. А это вот забор с другой стороны дома. Ну, он не играет только роль забора, он является роль альпийской горки. То есть, ну, как бы, не стоит вопрос, что это там тюрьма, там, или еще что такое, что такие крепкие заборы. Ну, идет просто дизайнерский такой ход. Вот такой забор, альпийская горка. И вот здесь у нас забор, поставили его с профнастила. Ну, посчитали, что это выгодно из него сделать, проще его. Попробуйте такую территорию с орбитона сделать. А это вот, смотрите, котик. Вот тот котик, который, ну, мы его просто на камни поставили. А будем искать место, где он будет ставить. А это, смотрите, такое страшило, ну, такое интересное. Все, что оно где-то за океаном живет. И вот мы его поставили, чтобы оно пугало ворон. А оно пугает людей. То есть, ну, это отдельно, разумно, Хэллоуин, или как-то выговорить даже не могу. И, смотрите, филин, которым мы делали форму и отлили такого филина. Смотрите, какая птичка. И вот такое страшило, которое пугало, понимаете. Вот это пугало можно ставить, у нас аграрный район, у нас много там и луки, и помидоры. И целые поля у вас сделают. И вот такой интересный продукт, который можно ставить на полях, который будет охранять поля. Ну, посмотрим, может, народ дойдет до этого. Ну, сомневаюсь, что у нас будут эти пугало покупать со страшной силой. Ну, как бы здесь люди хозяйские. И в Украине люди очень аккуратно относятся к деньгами. Ну, может, все-таки найдется богатый землевладельцы, который скажет, да, хочу такого. Сделайте мне такого, как статую свободы, громадного, такого 10-11 метров высоты. А вот, смотрите, такой грибочек. Ну, я уже показывал вам. И вот такой, видите, обзорчик. Грибок-дом. Ну, там, я вчера или когда-нибудь давно фильм кинул про грибы. То есть, вот эти грибы можно даже делать дома, в которых можно жить. Представляете, вот это такая вот технологичная работа. Все гладенько, просто. Можно сделать такой домик сказочный, в котором может люди жить. Типа, там, ну, кто хочет в сказке жить. Ну, даже у нас есть такие объекты, где мы делали, ну, такой домик для детей. То есть, именно грибы. Ну, вот, видите, пока заморозили мы входная группа с этой стороны. То есть, все тратится дело на фасад. А сейчас жара 40 градусов и очень сложно работать на фасаде. Ну, вот, все равно потихонечку у нас работа продвигается. Ну, и как бы, Лена, она сегодня как бы с ребенком маленьким. И ей сложно, ну, самой работать, как бы, за ребенком смотреть. Ну, короче, есть проблемы, которые не позволяют, там, как настройки, и подсобников надо. Ну, короче, много проблем, которые сейчас не решаются. Малые формы можно делать самому. Не надо подсобника. А вот фасад, где леса, высота, там, не получается просто так. Надо, ну, структуру, которая позволит делать эти подсобные работы. Ну, вот такой вот я вам фильмик показал. Ну, отсюда хочу мышку показать. Вот, если присмотреться, там, и котик. Ну, видать, вот, вот сейчас котика видать. И мой домик далеко тоже видит. Ну, такой вот фильм вам показал, что творится во дворе у Лены. Ну, у нее есть свой канал. Кому интересно, заходите, там, более подробные фильмы. А это я не удержался. От мастерского Колесникова. Можно такие вот делать цветочники, там, всевозможные, ну, малые формы, которые, вот, смотрите, чашечка, которая там кофы льет. Вот, смотрите, интересно, просто, оригинально. И есть много таких нестандартных подходов. Вот, видите ли стол, или подставка под какие-то там камни, или там это кактусы. Ну, вот, тоже оригинальные какие, пространственные композиции. А это вообще шедевр. Вот, туфелька-цветочник. То есть, ну, просто, вот, гламур не пройдет. Смотрите, цветочник. И, ну, или как подкаблучники. Тоже у них такие вот цветочники. Хорошая тема. То есть, все это можно делать. Арбитон это позволяет. И вот, оригинальные вот такие, смотрите, тропинки в виде листиков. Там, вот, по этой теме каменные дорожки с там, а это не знаю даже, как, что это такое. Вот, какой-то цветочек, там, варан или этот, хамелеон, наверное, там. Смотрите, это все делается с каркаса, садится. Это вот цветочки, ну, дорожки в виде таких срезов с бетона льются. Вот такие отливки. Ну, вот, даже я этим занимался. Вот эта дорожка делалась в Серпухове. Ну, как бы я присутствовал при этом. Вот эти бордюры, это все же с бетона сделано, собирается, песочком заваливается. А это, смотрите, такие вот камни полетели. То есть, какая-то вот интересная тоже разработка. То есть, все это можно делать у себя в отводе.